Аплодисменты ПЕСНЯ 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 Добрый день, дорогие друзья и уважаемые гости. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В эти дни в Осетии особенная атмосфера. Мы отмечаем 250-летие присоединения Осетии к России, 240-летие города-крепости Владикавказа, юбилей Республики Вековой и дата, которая сегодня нас с вами собрала 165 лет со дня рождения великого Коста Хитагурова. ПЕСНЯ 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 Коста Ливанович жил в бухную эпоху, предвещавшую великие перемены. До последних дней в своем творчестве отстаивал идеи свободы и возрождения человеческой личности. ПЕСНЯ 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 На сцене государственный академический ансамбль танца «Алан». Художественный руководитель, народный артист Российской Федерации Зелимхан Козаев. Счин! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова И постоянное нравственное мирило настоящего. Кустахи Дагуров принадлежит к этой немногочисленной семье. Его нельзя не любить, и полюбив его, нельзя не стремиться быть лучше, нельзя не воспитывать в себе то высокое единство поэта и борца, художника и гражданина, совершенным образом которого он является. С приветственным словом на сцену приглашаем председателя парламента республики Северная Осетия Алания Таймураза Руслановича Русскаева. Добрый день, дорогие друзья. И от имени главы Республики Северная Осетия Алания Миняйова Сергея Ивановича, от имени своих коллег депутатов парламента республики, от себя лично, сердечно приветствую всех организаторов, участников, гостей замечательного торжественного мероприятия, посвященного юбилею нашего великого земляка, поэта, гражданина, выдающегося гуманиста, основоположника литературного осетинского языка нашей художественной литературы Коста Ливановича Фитагурова. Жизненный путь Коста – это яркий пример беззаветной любви к своему отечеству и бескорыстного служения своему народу. Он на века заложил прочные духовно-нравственные основы развития своего народа. Символично, что юбилей Коста совпадает с празднованием очень важных для нас исторических событий 250-летия со дня добровольного вхождения Осетии в состав России, 240-летия со дня основания одного из самых крупных научных, образовательных, экономических центров Северного Кавказа, города воинской славы Владикавказа и столетия нашей северо-стинской автономии. Эти столетия стали годами системных, глубоких, очень емких изменений в жизни нашего народа, стали столетиями мощного культурного, образовательного, экономического прогресса. На берегах Керека, в нашей столице, был основан первый на Северном Кавказе драматический театр, где начинали свою творческую биографию, очень значимые для культуры нашей республики, нашей страны, личности. В нашем городе был основан первый на Северном Кавказе ВУЗ, Владикавказский протехнический институт. Уже в середине XIX века в нашей республике были основаны крупные промышленные предприятия, Алагирский серебряно-свинцовый завод, первая продукция которого по указу Всероссийского императора была отправлена в город Санкт-Петербург, и из этого серебра были отлиты засуды для Исаакиевского собора. В нашей республике была построена первая высокогорная гидроэлектростанция в нашей стране и очень много еще крупных промышленных объектов. Но самое главное, эти годы стали формированием выдающихся личностей, которые своими ратными подвигами, трудовыми свершениями, творческими достижениями, спортивными трехвами прославили всю нашу великую страну, и первым среди них является, безусловно, Коста Ливанович Хитогоров. Сегодня, говоря о развитии, о благополучии, нужно говорить не только об экономике, но, наверное, в большей степени о сохранении наших уникальных духовных ценностей, и творческое наследие Коста является прочным фундаментом для формирования у нашей молодежи правильного исторического и государственного сознания. Я сегодня хочу выразить слова благодарности сегодняшним деятелям культуры, тем, которые своим трудом закрепляют основы нашей уникальной культуры. В столице нашей Родине прошли Дни Осетии, и тот уровень, который показала наша культура, стоит очень большого почитания. Спасибо вам, мира вам, добра и благополучия, и процветания нашей республики. Спасибо, друзья. Спасибо. Абшами Ижар. Исполняет мужской хор национальной песни филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия, Алания. Художественный руководитель, народная артистка нашей Республики Ольга Джанаева. Встречайте. Абшами Ижар. Абшами Ижар. Абшами Ижар. Абшами Ижар. Барак Дума, Боже, подкован. Бал Сежара. Союзовший Мартал. Рад там на ухта. Абшами Ижар. 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 Ижар. Абшами Ижар. Абшами Ижар. Абшами Ижар. Продолжение следует... 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 Куда же он нам афтамай? Что же он нам не может быть? Ирон-адам не перхождал. Ком-то, чей Турк, малих, чей Америка, ма, чей Европа, ма, чей Кашек, ма, чей Кадам. Фала, ош, дай, ирон-фандр-кураса, дишь? Вад кайжах на их хава. Ахам золон хуже. На адам никуда ма алтин зертой. Уман-ам ашахи, арен барш той. Ама шафад баштая, ночь вудах, бау арш той. Ваде, диша гуи мидаг, диш. Гуи мидаг, ама, коштаачи удиш. Ви, я, ювас, миша, жахта. Аш зилдая гад таргударим. Кубави гинишку махаш. Мамах арф на улафам. Махуды канам. Кадма коштанна бахаштая хаши адама. Рах, вачи. Фала, овад заган. Гениян, гениян. Ягутагавта ву. Масанжфолдар шаража. Масанжфолдар шаража. Ама хусуптадачи мах куама. Вал даяхканам коштае. Вадам адам вонувжак кударашта. Вадар ехадак дишаач хабар. Гириштон. Комти. Кам наржилдий. Ахам нал бажра ди. Хушар ериштон ба ку азади. Вал шоан шат ххарадар бала. Хушар. Нагрих. Хушар. Устав блестяще владел и русским языком, и создал бессмертные произведения, и на этом языке от имени писателей республики всех поздравляю с этим знаменательной датой. И хочу сказать, что вот здесь многие сидящие, возможно, спросят меня, а что же, с чем же писатели пришли к этому знаменательному событию. И мне в этом плане есть что сказать. Лет пять назад, в девятнадцатом году, Кослах Итагуров с моим непосредственным участием вышел на французском языке в книге на остинском, русском и французском языках. Полная книга «Остинская линия». Это подарочное издание вышло с помощью бывшего руководителя республики Битарова, поэтому дай Бог ему здоровья. Совсем недавно в Национальной научной библиотеке мы стали свидетелями блестательной презентации книги «Остинская лира» и бессмертной поэмы «Фатима» на английском языке. Мы очень порадовались этому. И хочу поблагодарить всех тех, кто был причастен к этому изданию. И мецената Фридона Гуцаева, и издателя Жанны Козыревой, и всех, кто был причастен к тому, чтобы эта книга увидела свет. Вот недавно братские литературы Чечни и Дагестана нас снова обрадовали, потому что «Остинская лира» увидит свет и на аварском, и на чеченском языках. С Божьей помощью, с Кавказским кругом писателей, с организацией Юзина и другими организациями, в том числе Национальное научное общество Коста Хитагуров, в конце ноября мы проведем фестиваль «Остинской поэзии», и все эти книги на разных языках мы презентуем там. И я думаю, что это станет еще одним большим праздником «Остинской национальной культуры», и это станет данным уважением нашему великому Коста. В заключение я хочу еще привести выражение Коста и самого знаменитого классика мировой литературы на одну и ту же тему Коста сказал «Весь мир – мой храм, любовь моя святыня, вселенная – отечество мое». У Шекспира есть знаменитая фраза, посвященная этой теме, которая гласит «Весь мир – театр, а мужчины и женщины – в нем актеры». Теперь я предоставляю каждому из вас сравнить эти два крылатых выражения и самим сделать вывод. Еще мы долго обсуждали это направление Союза писателей, и хочу одно предложение внести на ваш суд и на суд наших руководителей, что пора в Осетии создать театр поэзии имени Коста Федагурова. Братский дагестанский народ энное количество лет назад уже создал такой театр поэзии в Дагестане, в Махачкале. И хотя они нас опередили, но хорошему примеру надо следовать. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз всех с праздником! Дай Бог, чтобы на небосклоне Осетии всегда сверкали такие звезды, как Коста Федагуров. И давайте пожелаем себе, что в 21 веке снова появится величина, равная Коста Федагурову. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С вашего позволения мы бы хотели пригласить на эту сцену нашу дорогую гостью из Республики Дагестан, известного поэта, публициста, президента клуба писателей Кавказа, Мессиат Муслимову. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня здесь представляю и саму Республику Дагестан, конечно, и клуб писателей Кавказа, куда входят поэты и писатели всех Северокавказских республик из Чеченской республики, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Алания, Южная Осетия, даже Азербайджан и Армения, Республика Калмыкия, Краснодарский край и Ставропольский край. От имени нашего клуба, от имени дагестанцев я поздравляю вас, дорогая Осетия, с этим удивительным праздником, потому что это достояние имя Кастанья Тагурова, его наследие, это ведь не только достояние осетинского народа, это достояние всего мира, и это не преувеличение в день юбилея, это данность, потому что и здесь мы не потому что эта этика солидарности в нас работает, она тоже важна, но это и этика понимания значимости великого имени в мировой культуре, это этика сопричастности и благодарности народу, который дал миру имя поразительного человека, который он нам сейчас особенно нужен. Когда-то Достоевский сказал, что Пушкин – это человек русский, в том виде, в каком он через 200 лет, может быть, явится. Но ведь в Кастахе Тагуров, когда мы обращаемся к нему, мы понимаем, что это, с одной стороны, отражение духа и идеала осетинского народа, это одновременно отражение той его стати, сути, которую никогда нельзя забыть и предать. Это та высокая нравственная вершина, которой мы соизмеряем свое прошлое, настоящее и будущее. И Бог дает этих людей каждому народу не случайно. Сам Кастахе Тагуров писал, понимая свое предназначение и назначение поэта, он писал, что «как семя несу я свой дар поэтический», об этом шла речь, и «несу я как семя поэзию в мир». Мир – это очень широкое понятие. И вот это умение взрастить, посеять семена, которые всходят для человечества, которые так же важны, как хлеб наш насущный, это тоже дано не каждому. Умение отразить душу народа, его страдания прежде всего, его боль, его взыскующую душу – это талант высочайший. И когда поэт пишет, «Сердце народа, как нива оно, где светлые всходы взрастить мне дано», это удивительное понимание своего предназначения, которому ни в чем не наета уступить, это тоже та нравственная высота, которой мы должны соизмерять настоящее и будущее. Мы благодарны вам за то, что есть такой поэт, рожденный на земле Осетии, который учит, как надо любить свою землю, чувствовать свою скромную связь с ней, и чувствовать, и когда он пишет об отзвуке рыдания, которое есть в его произведениях, это самое святое – нести важную сущностную боль народа и уметь в этом радоваться, и видеть счастье в том, чтобы жить в своей отчизне, там, где твои друзья и где твой дом. Это высокое счастье, которое мы не всегда ценим. Поэтому вот эту оптику подлинного он учит нас разглядывать, видеть. И, конечно же, мы, вот сегодня, говоря о поэзии Кастахи Тогорова, мы думаем о том, как сохранить его и для народов, других народов. Прежде всего, конечно, это осетинская задача, но для нас, для Кавказа, для всего мира – это и наша задача, потому что это и наш поэт. И когда языки встречаются друг с другом, это встречаются народы, потому что, как говорил Георгий Гачев, на каком бы великом языке ни говорил человек, он всегда будет глухим одноязычником, пока не встретится с другой культурой, и вот через него он себя осознает, понимает свою особость и учится видеть в другой культуре то единое, что нас объединяет. Мы переводим, конечно, аварский язык, и не только на аварский, эта работа будет продолжена, у нас языков много, и работы много, которые для нас не просто работа, а праздник. Мы переводим, потому что, во-первых, мы тем самым обогащаем свой собственный язык, мы переводим, потому что мы хотим, чтобы слово Кастахи Тагурова было доступно и звучало прекрасно на любом языке, не только на родном осетинском. Вы, конечно, счастливы вдвойне, потому что вы чувствуете красоту осетинской речи, которую мы не знаем. Вам он еще о большем говорит, чем нам. Но блестящих переводах, которые есть, мы, конечно, чувствуем и понимаем цену и значимость одного поэта. Поэтому мы инициировали не только перевод на русский, не только перевод на аварский язык, чеченский язык. Мы хотим, чтобы он вновь зазвучал и на русском языке. Не потому, что те поэты, те переводы, мы по-другому оценим, они прекрасны, они безупречны, они на все времена. Но поэзии великих поэтов это всегда неиссякаемый божественный источник, черпая откуда каждый из нас, а тем более поэт вновь и вновь открывает какие-то новые смыслы, новые красоты, а главное и себя обогащает, и мир обогащает. Поэтому спасибо за то, что вы такую возможность нам даете. Я поздравляю с этим великим праздником, дорогая Сетия. Я слышу голос нашего народа в этом удивительном хоре, где мы слышим, как народ, рожденный в горах, отвечает словно эхо голосу неба, и голос нарта, устремленный одновременно, как равносущий божественному голосу, и в то же время внимающий ему и отвечающий ему, как удивительную симфонию хора. Мы здесь слышали, в котором такая безусмысля, как в каждом танце, в каждом слове. Какую часть культуры, не возьми, народной, везде потрясающие смыслы, которые нам надо уметь читать, и мы это делаем благодаря искусству, которое есть. У нас в Дагестане, да, театр поэзии есть, я думаю, он у вас тоже будет, но мы тоже не первые. Мы вторые, первый театр поэзии был открыт в Твери Андреем Дементьевым. Я думаю, это замечательная традиция, мы продолжены. Еще раз поздравляю вас и спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ С вашего позволения мы приглашаем на сцену приглашенного солиста Большого театра, солиста Геликон-опера Шута Чибирова. Аккомпанирует и народный артист Руссетий Георгий Абайев. Георгий. АПЛОДИСМЕНТЫ Георгий Абайев. 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 Аплодисменты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Катай 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 Буду ли и раамаде города но На иной да хастак мана цаста И босуй да езол мана бос Арфагон дай диннабоса Мишди арветуй агос Нахи ушта И рот ата мана бши И раштона паржонт Ахщит гаштала Муд дамалар вай И рашахмар ватч Самай нахандах баран шканай Таат на наркакад Насау гахох Ушта Дакршмат муд ва ладжара навондан Дарук шарда Фа ладам арштай Архаштай ды Та адаман навондан Каттуней швудзи шарпсал Та баржонт кудафар Далагадай фарнайзаву На бочта Специально для наших гостей В чаще со стадом Пастух не расстанется Зорко за ним он следит Что же с тобой Молодежь наша станется Кто же тебя защитит Ты обезумев Как стадо голодное Чаще блуждаешь лесной Ищешь ты стебли в лесу Прошлогодние Гибнешь Что будет с тобой Ой, если б только Над горной вершиною Песню пастух твой запел Кликнул тебя И в семью бы единую Быстро собрать всех сумел Мой любимый осетинский народ Гости Поздравляю вас С этим прекрасным юбилеем Куштайфарной фарнджинут Спасибо большое В этом сцене Государственный академический ансамбль танца «Алан» Художественный руководитель Народно-артист Российской Федерации Зелимхан Козаев Хонга Ка АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Вашему вниманию отрывок из балета «Фатима». Музыка Жанны Плиевой. Режиссер Тамирлан Зуцев. Хореограф-постановщик Валерий Суанов. Джамбулат. Заслуженный артист Южной Осетии Азамат Малиев. Фатима, заслуженная артистка Южной Осетии Виолетта Магомедханова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Вашему вниманию Ария Джамбулата и Фатимы из мюзикла «Фатима». Исполняют Артур Абаев и Алина Дзетиева. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Скорее трепетные руки Ко мне, Фатима, протяни Я ухожу, тоска разлуки Теперь наполня твои сны К тебе, Фатима, перед Богом Я честью истинной клянусь Вернусь к тебе на злу невзгода Сквозь вьюгу смертную вернусь Вернусь к тебе на злу невзгода Вовек тебе не изменю Пускай тебя придется ждать мне Всю жизнь печальную мою Я буду ждать, когда другие Тебя погибшим на реку Когда твой след предра чужие Пусть терет солнце на теснине Однажды развернется вспять Вернусь к тебе, пройдя пустыни Сквозь тьму и тысячи преград Пусть терет солнце на теснине Однажды развернется вспять Вернусь к тебе, пройдя пустыни Сквозь тьму и тысячи преград Пусть терет солнце на теснине Тебе лягу Пусть терет солнце на теснине Пусть терет солнце на теснине но зарисовка из стихов Коста Хитогорова на разных языках мира. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Народный артист Южной Осетии Вано Бекоев Аплодисменты Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ночь спустилась над телеком нашим, Древлют белые вишни в садах. Кто влюбился в мой город однажды, Непременно вернется сюда. Мне начали не редко сниться, В каких бы ни был я в краях Владикавказ мой синий город любовь моя. Владикавказ мой синий город любовь моя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Весь мир мой брат, любовь моя святыня, Вселенная, Отечество моё! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok